всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у нас будет такое видео тоже болталка я бы я давно вынашивал эту идею для записи видео но все как-то не решалась хотя в принципе очень как бы часто смотрю блогеров которые именно рассуждают на эту тему и так тема для сегодняшнего нашего видео это сколько же нужно денег чтобы прожить в германии сколько нужно вообще денег для скажем так для комфортной жизни в германии ну начнем с того что для каждого ну как бы каждый сам выбирает до уровень своей жизни ты начала давайте разберемся вообще какие уровни жизни есть итак первый уровень жизни это касается не только германия в принципе вообще да вот всего мира это так называемый уровень выживания то есть получается твоего заработка хватает вот тютелька в тютельку заплатить за например проживание ну как за коммуналку или за съемную квартиру и за питание то есть всем на больше твоей зарплаты не хватает второй уровень жизни это называется комфортный то есть помимо как бы стандартных выплат ну как как бы квартиры коммунальные платы питания тебе хватает например еще на походы в рестораны также ты можешь спокойно куда-нибудь выехать на выходные совершить какую-то поездку и соответственно как бы в твоем бюджете не образуется дыра и третий уровень жизни это же конечно это конечно уровень роскоши ну то есть в людей которых есть одна и более например там недвижимости которые летают по несколько раз в отпуск минимум на две недели тратят деньги налево направо питаются исключительно там черной икрой и так далее ну в принципе это все понятно в моем окружении к сожалению нет таких людей и я тоже не отношусь к такому уровню ну свой уровень свой уровень жизни я наверное могу спокойно отнести ко второму комфортному и я считаю что я считаю что большинство людей которые проживают германии не грозит уровень выживания так как если ты независим от государства получается независим от социальной помощи значит и себе уже можешь как бы обеспечить достойный достойный уровень жизни ну хотя знаете есть всякое да есть например люди которые живут на социальные на социальное пособие там да и умудряется еще как бы оттуда скрыть какую-то копейку но получается отложить ее да и как бы съездить еще и в отпуск ну люди по-разному живут я например себе такое как бы не могу как сказать представить и так с уровнем жизни мы примерно разобрались теперь я бы хотела на примере своей семьи как бы рассказать вам сколько все-таки нужно нам денег чтобы наша жизнь была комфортной тут солнышко я сижу как раз возле окна этот солнце знаете то входит сходит то заходит поэтому свет немножко может меняться на видео итак у нас квартира в кредите то есть получается мы живем не на съемной квартире а она у нас выкупается мы живем около города штутгарта я это вам уже говорила около примера 30 километров от штутгарта ну и цены соответственно такие же в свое время мы брали квартиру была уже цена так сказать кусалась но а сейчас на как бы на данное время эти на кажется смешной итак за нашу квартиру 4 комнатным 105 квадратов мы платим 1100 евро 1100 евро плюс как бы коммунальная услуга изначально когда мы сюда заехали шесть лет назад коммунальная услуга составляла где-то вам 235 евро и каждый год потихоньку потихоньку накапливалась и сейчас мы платим 300 нет 270 евро вот 1100 плюс 270 только уходит на нас за квартиру следующая моя семья состоит из четырех человек следующая услуга это свет так как они рассчитывают ждан сколько перзоны и от этого они отталкиваются сейчас за свет мы платим около 70 евро то есть у нас тоже он прыгал ну как иногда бывали когда когда она приходил перерасчет в нашу пользу иногда как там нам приходилось доплачивать но потом мы как-то остановились вот на цифре 70 и нас как бы в принципе это устраивает следующий обязательный сбор это то есть государственный сбор это считается радио и телевещание то есть получается даже если ты скажешь у тебя нету радио и тебя нету телевизора это не прокатит то есть ты в обязательном порядке должен платить например у нас дома тоже нету радио да как бы как отдельного но у тебя например есть радио в машине и даже пусть не будешь вообще смотреть телевизор ты все равно будешь за него платить то есть как бы это обязаловка и от этого как бы ты не можешь отмазаться вообще изначально не хотела как бы считать это в меч в месячную вы в месячной высчит и потому что мы платим это квартально то есть квартально мы платим по 55 евро ну если я сейчас посмотрела раньше мы платили по 17 евро если было разделить по 17 копейкам а сейчас увеличилась получается ты будешь платить уже по 18 ну давайте тогда посчитаем к общей сумме еще плюс 18 евро так следующий пункт основной тоже пункт это конечно питание для нас взрослых я взяла на месяц по 150 евро для детей не взяла по 100 и соответственно выходит по 500 евро в месяц ну опять же это плюс минус мы не едим каких-то таких как сказать ракушек и устриц все стандартно я как бы пересмотрела куча видео которые блогеров которые снимали на тело тоже питание так и все такое всего подобное в принципе практически у всех выходит вот 500 600 евро в месяц на питание так следующее к чему мы добрались это транспорт в германии обслуга транспорта в германии очень дорого то есть это уже как бы роскошь можно так сказать потому что во первых тебе сначала надо купить машину да тут опять же ты не угадаешь купишь подешевле машину захочешься чтобы как бы сэкономить да потом тебе возможно придется выкладываться на ее ремонт как бы оплата ремонтника как бы оплата ремонта выйдет тоже еще какую кругленькую сумму купишь подороже соответственно тебе надо было как бы выложиться за машину но у тебя хоть есть они хот дают какую-то гарантию там минимум на пять лет до что машина будет на ходу и как бы а если что-то они будут переймать это все по гарантии и так у нас на данный момент одна машина но до прошлого года у нас было две и это же конечно было как бы ощутимо по бюджету на данное время нам просто не нужно не нужны две машины так как у меня муж работает тут пять минут от дома он у меня пешеход машина нужно соответственно только мне ездят на работу ну и по как бы семейным нуждам за свою машину получается тебе купить надоем и сразу же застраховать страховка в германии машин зависит естественно от стажа водителя от возраста водителя от класса машины там бензин дизель ну как бы все нюансы как бы не знаю но вот так вот в общем в общей сложности соответственно за свою машину мы платим раз в год платим мы 220 евро я как бы я считаю для страховки это недорого в принципе цена приемлемая ну бензин то есть бензин в германии вырос прилично как бы вообще топлива да у меня машина бензиновая примерно литр бензина в германии стоит евро пятьдесят то есть да то есть по моим подсчетам мне на месяц надо около 150 евро только на как бы на топливо но опять же да это все так примерно потому что например какой-то месяц мы не завышаем там дальние поездки какой-то месяц мы там совершаем поэтому я просто буду брать круглую среднюю сумму это будет сто пятьдесят евро потом еще страховки у нас всего лишь одна страховка у нас хаб хабли перферзи хирург то есть получается если мы кому-то что-то сломаем там да или мои дети кому-то что-то сломают я имею в дуне не позвоночник например телефон уронят там или я не знаю камнем в окно кинут как бы не хотя да то есть эта страховка все покрывает естественно ты в германии можешь сделать кучу разных страховок там например есть у тебя своя квартира как у нас ты можешь там делать страховку если будет пожар если будет наводнение потому что например мы живем как бы самом низу то есть нас как квартира с картоном если будет наводнение если будут дожди если будут там я не знаю куча всего то есть получается если помимо еще как бы таких основных страховок делать еще какие то то есть вы понимаете там целая зарплата не не хватит потом у нас нету например таких страховок как адвокатских то есть получается если например там мужа выгонят с работы не поправить ну как не как сказать не по закону там или меня то есть вот таких страховок у нас ничего нет у нас только вот есть что мы как бы отдельно платим это вот halfley ферзи хирург мы платим за нее 13 евро в месяц естественно с нашей зарплаты отчисляется также куча всяких разных как бы страховок обязанных обязательных страховых как бы государственных этот например там кранком ферзи хирург то есть флеги ферзи хирург ну все в принципе кто живут в германии они это все знают там получается какую-то часть вносишь ты и какую-то часть носит твой работодатель но это мы брать в счет не будем потому что как бы мы эти деньги все равно не ощущаем мы эти деньги не видим эти деньги не получаем они как бы уже отчисляются с нашей грязной зарплаты следующее за что мы платим это за теннис мои оба ребенка играет большой теннис и за каждого мы платим по 35 евро соответственно еще плюс 70 евро в общую кассу и так я сейчас все подсчитала у меня вышло две семьсот двадцать один но опять же я еще раз повторюсь что месяц от месяца как бы может прыгать но вообще в среднем да у нас как бы на семью из четырех человек уходит две семьсот от двух семьсот до двух восемьсот евро я считаю что это как бы да немалая сумма у кого-то кто-то как бы получает только две семьсот и содержит всю семью мы так не можем поэтому мы как бы работаем оба я считаю как бы ну как вот в эту сумму который я сюда какой который у нас выходит на месте в месяц там нету ничего как сказать такого сверх естественного как бы питаемся мы тоже не кушаем черную икру и там не знаю и золотого как бы сервиза да как бы все такое простое все как у всех но опять же вот видите мы живем на юге германии да и соответственно тут как бы например как квартиры немного немного дороже до снимать квартиру тоже у нас нет не дешево то есть как получается если мы сейчас бы снимали нам наверно выходила бы дорогу еще дороже чем мы как бы платим за кредит квартирам питание да конечно есть которые как бы экономят на питании как я еще раз повторюсь мы кушаем как бы стандартные продукты стандартный набор то есть захотелось купил потому что если ты уже начнешь экономить на продуктах питания там или отказывать в чем-то детям там не купить лишнее мороженое ну как то я считаю то мы все-таки живем в германии в германии в принципе как бы вообще такой высокий уровень жизни и экономить на продуктах питания я считаю это уже не целесообразно как то можно экономить например на одежде да хотя я тоже да в принципе такая же транжира ну как и все мы девочки то есть как бы иметь там например только три пары обуви вместо 10 все шутки шутками в общем так на этом мое видео закончилось я рада что все таки я решилась его записать буду очень как бы благодарна вам за ответную связь напишите сколько вы тратите сколько может где-то вы экономите я буду очень рада все пишите под комментариями я вам желаю хорошего дня и до новых встреч всем пока а а